Здравствуйте, в эфире субботний информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается реализация федеральной программы благоустройства общественных территорий. Так, на некоторых объектах в Черкесске работы подрядных организаций уже начались. За первым этапом преображения мест массового пребывания населения наблюдал Артур Махце. Так в конце года будет выглядеть территория в центре Черкеска по улице Красноармейской. Проект благоустройства одного из наиболее посещаемых мест в региональной столице поддержали на всех уровнях. И теперь аллею ожидает кардинальное преображение. На данном участке у нас планируется выполнение работ по ремонту прогулочной зоны порядка 400 метров. Будет также восстановлено и уложено новое плеточное покрытие порядка 4,5 тысячи квадратных метров. Также будут проведены работы по озеленению и установлены урны и лавочки новые. Кроме того, на аллее между улицами Кооперативной и Кавказской проектом предусмотрена установка 250 фонарей. По словам представителей подрядной организации, здесь установят три зоны отдыха и площадку с тренажерами. Большое внимание будет уделено и маломобильным гражданам. Все объекты сделают доступными для различных категорий населения. Еще одна популярная у жителей Черкесской территория – фонтанная зона перед городской администрацией. Здесь тоже запланирован довольно большой объем работ. Сооружение было установлено в 2010 году и, по словам представителя городского управления ЖКХ, давно нуждалось в обновлении. По смете, значит, это у нас замена канализации, замена водоподводящих путей. Ремонт насосной системы, ремонт освещения, замена плиточного покрытия. То есть, ну, приведено в соответствие. Тем более, было много нареканий со стороны граждан города. Тут место такое популярное, особенно в летнее время, детей много. То есть, все это приведено в надлежащее состояние. По договору, значит, завершение работы у нас 20 августа. Это лишь часть объектов, которые будут благоустроены в региональной столице в нынешнем году. Артур Махцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В 20-й школе Черкесской расправили свои крылья «Орлята Россия». Это первый муниципальный слет отряда всех школ города. Зачем это движение нашим детям и что они думают об этом проекте, расскажет Альбина Ламкова. Вместе мы сила, вместе мы класс. Мы за Россию, Россия за нас. Мы не боимся выступать на сцене. Мы дружная команда и мы любим друг друга. Слютор «Орлята Россия» по сути стал стартом для проявления воплощения в жизнь лучших идей устремлений детей. Амира Хапаева вместе с одноклассниками научилась работать в команде. Дружно справляются с заданиями и, конечно, получают новые знания. У меня есть любимый трек. Это лидер. Он меня научил выбирать, слушать. Мы писали на листочках выбор, кто лидер и кто помощник. Я была и в помощниках, и в лидерах. Я так переживала. Я думала, что меня никогда не выберут, что я вообще не справлюсь с этим. Но у нас оказалось два лидера, и нам даже это помогло. Мария Солянкина поняла, что быть «Орленком» значит быть организатором, творцом, другом и не бояться трудностей. Быть готовым протянуть руку к помощи. Я, ты, он, она. Вместе школьная семья. Наш цепи. Вместе мы сила. Мы «Орлята Россия». Дети – важная часть общества. Уверенность в этом утверждении даем мы, взрослые. И тогда твердо и вместе можно построить будущее страны. И помогают в этом деле «Орлята России». У нас впереди огромная работа, но за плечами уже есть опыт. Мы можем сказать, что наши «Орлята» расправили крылья и начинают набирать высоту. Напомним о том, что «Орлята России» – это первый всероссийский проект для учащихся начальной школы, который был разработан в ВДЦ «Орленок». Уникальный проект направлен на развитие социальной активности школьников младших классов, воспитывая достойных граждан, раскрывая способности и таланты каждого ребенка. «Орлята» города Черкеска показали сплоченность в команде и гордость участия в новом патриотическом движении. Уверена, выполняя поставленные задачи, ребята стали участниками семи треков. Практически на финишной прямой. Дети показали хорошие результаты работы в коллективе. Дети из начальных классов – это маленькие дети. Легко ли с ними работать, ставить перед ними задачи? С детьми легко работать тогда, когда им интересно. Задача каждого педагога – заинтересовать ребенка и привлечь его к этой работе. А потом уже все, легко. Не навредить ребенку, дать возможность подняться и поверить в свои силы – главная задача педагога. В команде с друзьями «Орлята» совершат пока еще маленькие дела, которые в будущем обязательно станут большими. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести Карчаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин В поселке Иркин-Шахар прошел школьный весенний бал, где приняли участие учащиеся образовательных учреждений Ногайского, Дагихабльского и Абазинского районов. Ребята окунулись в волшебную атмосферу 19 века. На танцевальном мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Яркие танцевальные номера, юные девушки в платье в стиле барокко и веера, белые перчатки и бабочки. В таком неповторимом образе предстали прекрасные принцессы и статные кавалеры. На мероприятии присутствовали представители отделов образования районов, советники, директоров по воспитанию школы, представители проекта «Навигаторы детства» в Карачаево-Черкесии. Организаторы мероприятия подчеркнули, что в первую очередь они прививают детям интерес к культуре и знакомят с танцевальным искусством 19 века. Мы прививаем детям к культуру, чтобы они проникли в ту эпоху, в то время, когда проводились вот такие яркие, красочные мероприятия. И мы сами сегодня прониклись в эпоху 19 века. Сегодня были определенные танцы, танцы именно 19 века. Первый танец – полонез. Полонезом всегда открывались все балы и вальс цветов, которые изящно станцевали наши девочки. Декорации, созданные с любовью и вниманием к деталям, воссоздавали атмосферу того времени. Школьники так грациозно исполняли каждый элемент танца, блистая и восхищая всех собравшихся. Это для нас интересный опыт и хотелось бы поблагодарить наших учителей, которые нас готовили к этому школьному балу, отмечали дети. Мы так очень усердно готовились к этому мероприятию. Мы очень старались, репетировали очень долго. Нервничаю. Необычный опыт. Необычный опыт. Очень понравились такие баллы 19 века. Мне очень понравилось. Это было необычно. Я бы еще попробовала так. Мне понравилось то, что они делали в 19 веке, как себя вели, как этот, ну вот их, как сказать, элегантность, грациозность. Это было очень необычно и красиво. По завершению мероприятия представители отдела образования районов наградили советников-директоров почетными грамотами. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район. В Пензе прошли всероссийские соревнования «Юность России по боксу». Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии Тимирлан Кубанов и Карим Тиунаев завоевали золотые медали на этом турнире. Боксеры являются воспитанниками старшего тренера Карачаева-Черкесии по боксу Эльбруса Халкечева. С победителями турнира их тренером встретилась Белла Джизаева. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Эльбрус. Рада видеть тебя с твоими новыми победителями у нас в гостях. Я знала, что буквально на днях в городе Пенза были соревнования по боксу. Значит, это был турнир всероссийский «Юность России». Участвовали юноши 17-18 лет. Твои ребята чуть помладше, но все-таки у них первые места. Мне бы хотелось узнать, как вы готовились, как вы попали на этот турнир, почему именно эти ребята, на каком уровне соревнования прошли. Расскажи вообще в целом свои впечатления об этих соревнованиях. Соревнования пошли на высшем уровне, так как это отбор на первенство страны. Очень много боксеров было. Донецкая республика тоже участвовала. Луганская народная республика тоже как в составе России участвовала. Очень много там, но, естественно, Москва рядом. Все боксеры нашей страны были. Честно, не ожидал такого результата. Но думал, поедем, побоксируем, может, в призы войдем. Хоть там второе, третье место будет хорошо, думал. Ну, нам повезло. Оба выиграли. Отобрались на первенство страны, которое пройдет в Владикавказе. Вот Владикавказ взял первенство страны проводить. Это будет 30 апреля. То есть ты даже не думал, что у вас будут первые места именно у этих ребят? Я не думал, так как там соревнования у нас 17-18 лет, а эти ребята у меня конец года, им сейчас по 16 лет. Но вы понимаете, 16 лет и 18 лет, это совсем другой возраст. И я не надеялся на первые места. Эльбурс, уточни, куда после этой победы ребята попадают и где они будут участвовать? Это первенство России будет? Да, это у нас будет первенство страны. Мы сейчас через 2-3 дня уезжаем в Кабардино-Балкарию, в Эльбрусе. Там должны пройти сборы 14 дней, подготовка на первенство России. И сразу оттуда едем на первенство страны. Если там повезет, будем на международных соревнованиях, будем на мире представлять нашу страну, нашу республику. Надеюсь на это. Дай Бог, чтобы так и было. Я хочу обратиться теперь к твоим ребятам, к твоим воспитанникам. Тимирлан, наверное, начнем с тебя. Ты сейчас студент, да, насколько я знаю? Где ты учишься? В колледже СКГ. А все время у тебя соревнования, все время ты уезжаешь. Скажи, пожалуйста, как ты совмещаешь? В колледже на встречу идут, подтягивают, оценки помогают. Если говорить вот про эти соревнования, с кем ты боксировал? Самый тяжелый соперник был в Донецкой республике. Ну, первый, второй раунд тяжело боксировал, третий уже чисто играл. А синяк у тебя еще оттуда? Нет. На тренировках? Нет. В будущем ты себя боксером видишь или будешь другую профессию выбирать? Нет, боксером, боксером. Теперь хочу у тебя спросить, как для тебя эти соревнования прошли? Были ли у тебя трудные бои? Трудные бои были, да, последние, и первый так чуть нелегкий был. Ты рассчитывал на первое место? Ну, рассчитывал, конечно, но рассчитывал. Не совсем? Не совсем рассчитывал. Ты тоже учишься в колледже? Да, я в колледже СКГ учусь. Тоже идут на встречу, помогают учителя, знают, что вы уже именитые спортсмены. Скажи, пожалуйста, как давно ты боксом занимаешься? Лет шесть-семь. А чем нравится тебе этот вид спорта? Ну, спорт для джентльмена, хороший спорт, интересный. Эльбрус, ты сказал, что прямо сегодня вы с наших съемок, прямо со съемок поедете на другие уже соревнования. Вот расскажи об этом, и что еще планируется в ближайшем будущем? Ну да, у нас вот соревнования, прямо сегодня, сейчас мы отсюда уезжаем на бои. Это первенство вооруженных сил России. И вот младший брат, вот у нас Тиунаева, Карима Керам зовут, он сегодня будет боксировать в выход за полуфинал. Он у нас призер юности России, которое сейчас прошло недавно в Тернаузе, Кабаре, на Балкарии. И я не думаю, что он проиграл, но местному суде отдали. Вот, сейчас будем дальше пытать удачу. Я надеюсь, он сегодня выиграет. Сейчас отсюда уезжаем, прямо туда на бои. Я желаю вам удачи, желаю новых побед. Спасибо, что были гостями нашей программы. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и до встречи.